Эта старая танкетка сейчас единственный вид транспорта, на котором можно добраться до двух деревень Несейского района, Малобелы и Мариловцева. Еёжная река Кемь вышла из своих берегов и затопила путь к населённым пунктам. Прямо по трассе бежит огромный поток, который становится ещё больше. Сами посёлки от паводка не пострадали, но разлившаяся река доставила немало хлопот жителям. Люди говорят, что уже несколько дней чувствуют себя как на острове. Это, во-первых, прекращается автобусное сообщение и вообще всякое сообщение автомобильное. Оторваны от всего мира. Это и хлеб, это и оказание медицинской помощи. В общем, всё. Это жизнь. В сельском магазине сейчас есть все необходимые продукты. Их завозят сюда на той же гусеничной машине. А вот местным медикам действительно сложно. Ведь в случае чего скорая помощь в деревню уже не проедет. Трудно, потому что в сельской администрации машины даже нет. Надо искать частников, чтобы кто-то довёз до танкетки, там на танкетке, а там уже встречает скорая. Основной источник таких вот подтоплений – это, конечно, снег. В лесу его ещё очень много. Вот посмотрите, сейчас здесь, где я нахожусь, его примерно сантиметров 50. Он активно тает, и вся вода стекает вон туда, в низинку. И пока весь снег в лесу не растает, половодье будет продолжаться. Такие половодья происходят здесь практически каждый год. И каждый год местные жители на несколько недель остаются отрезанными от районного центра. Чтобы решить проблему, нужно поднять полотно дороги примерно на метр. Но пока такие работы на этой трассе, увы, не предусмотрены. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Енисей. Новости.